Чувашская делегация вернулась из Паралимпийского Сочи. На играх в эти дни побывали школьники, спортсмены с ограниченными возможностями, представители Республиканского министерства спорта и журналисты. Они увидели, как российская сборная борется за пьедестал почета. Поболел за наших спортсменов и мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед посадкой в аэропорту столицы зимней Паралимпиады пассажирский лайнер огибает Черноморское побережье. Из иллюминатора самолета открывается потрясающая картина. Воздушная гавань расположена в 30 километрах от Сочи, в городе Адлер. Именно здесь и проходят все соревнования параолимпийцев. Снег в этих местах явление поистине редкое. Сейчас на улицах растут пальмы и зеленеет трава. Многие туристы называют этот город настоящим раем. И не зря. В горах снега по-прежнему много. Большинство туристов туда предпочитают подниматься по канатной дороге. Из кабины фуникулера олимпийские объекты, как на ладони. Вокруг необыкновенные горные пейзажи. Конечная остановка на высоте полторы тысячи метров. Комплекс «Лаура». Здесь сражались за медали биатлонисты и лыжники. Впервые в истории игр работать сюда приехали и 10 судьи из Чувашии. Причем здесь им пришлось испытать на себе все прелести профессии уборщиков и грузчиков. В последние дни в горах выпало большое количество осадков. Лыжную трассу от снега очищали арбитры. Только благодаря им соревнования всегда стартовали вовремя и проходили на высшем уровне. Приходилось вывозить на проблемные места буквально на руках, в ваннах, в больших ваннах, на снегоходах. Этот снег разгружать, загружать. И чтобы трасса была готова и позволяла спортсменам как соревноваться, так и проходить миг-зону. В Лауре российские параолимпийцы завоевали большинство медалей. Абсолютным триумфом завершились соревнования по биатлону. Наши спортсмены заняли весь педестал почета. После каждой гонки у зрителей была возможность испытать на себе, насколько это сложно сражаться за параолимпийские награды. Каждый болельщик, пришедший на стадион Лаура, мог почувствовать себя настоящим параолимпийцем. Вот из такой игроковки незрячие спортсмены из России поражали все свои цели на повал. Чтобы попасть точно в цель, спортсмены с нарушением зрения ориентируются только на звук. Россия! 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 Параолимпийцев поддерживали тысячи болельщиков. Не затерялось на трибунах и пишущие братья из Чувашии. Насколько важна спортсменам такая поддержка, обозреватель газеты Александр Егоров знает лучше всех. Журналисту признавались не раз, что именно он помогал атлетам собраться силами и дойти до финиша. Чемпионат России у нас в Чебоксарах проходил, поляк атлетики. И вот на 10 тысяч метров бежал наш Степан Киселев. Потом в частном разговоре признался, бегу, бегу десятку, сил больше нет. Отстаю. И тут слышу из трибуны вопль. Степка, жми! Откуда сил только взялись? Не знаю. В результате финишировал третьим. Вообще пара Олимпиады в Сочи пользовалась большой популярностью. На соревнованиях всегда собирались полные трибуны. И, видимо, такую поддержку российские спортсмены почувствовали. Они установили абсолютный рекорд в истории этих игр. Медрик Ковалев, Юрий Гурьянов. Республика. Из пара Олимпийского Сочи. Редактор субтитров А.Семкин